Это видео очень похоже на предыдущее, но это обработка в PowerDirector. Всем привет! С вами Снежана и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать сражание. Лучше посмотрите мой пример. А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео. Подпишитесь на меня в лайке и на меня в тиктоке. А теперь погнали! Для этого видео нам понадобится приложение Лайк или ТикТок, где мы снимем наше видео и я вам покажу, как это все сделать в лайк-мушене и в PowerDirector. Для начала зайдем в лайк. И выберем музыку. Я выберу вот эту. Присоединяем. Включаем слой-муш. И я поставлю лампу. Вот так. И снимаю обычное слово МО. Мне все нравится. Теперь сохраняем как частное. Нажимаем продолжить. Кто может видеть личное и пост. А теперь можно приступать к монтажу. Заходим в PowerDirector. Ссылочку на эту программу я оставлю в описании. Создать новый проект. Выбираем формат. У меня это 9 на 16. Выбираем видео, которое мы сняли в лайк. Вот оно у нас. И нажимаем на плюсик. Теперь мы должны разрезать в том месте, где мы хотим, чтобы у нас добавилось дрожание. Разрезаем. Но я разрежу вот где-то здесь. Слева на панели есть ножницы. Но они не очень похожи. Они похожи на канцелярский ножик. Теперь передвигаем курсор на вторую часть видео. Слева на панели у нас есть кнопочка FX. Нажимаем на нее. И выбираем эффект удары. Чтобы его добавить, нужно нажать на плюсик. Чтобы отредактировать наш эффект, нужно выделить его. И слева на панели нажать на карандашик. У нас появится вот такое вот меню, где мы частоту поднимаем полностью, а прозрачность уменьшаем. Давайте посмотрим, что же у нас получается. Получается довольно неплохо. Продолжаем редактировать. Теперь я хочу добавить несколько крутых переходов. Разрезаем в тех местах, где мы хотим добавить переход. Здесь и здесь. Нажимаем на первую нашу молнию. И здесь у нас открывается меню с переходами. Здесь есть очень много интересных. Но эти переходы мне не подходят. Поэтому я нажимаю на облачко со стрелочкой. И посмотрите, какие классные здесь есть переходы. Выберем один и посмотрим, как он работает. Меня этот переход устраивает, поэтому я нажимаю на плюсик. Теперь переходим к следующему переходу и делаем все то же самое. Теперь можно посмотреть, что же у нас получается. Для такого приложения получается очень круто. Теперь давайте украсим наше видео, добавим цветовые эффекты. Переводим курсор на ту часть видео, которая вам надо. И нажимаем слой. Два листочка. И нажимаем на наклейка. На смайлик. У нас открывается меню, где мы можем добавить разные стикеры. Но нам нужно нажать на облачко со стрелочкой. Их там больше. Но я хочу добавить вот такой вот эффект. Буйство манго. Нажимаю на него. Выбираю нужный цвет. И подставляю на тучи с видео, где мне нужно. Этот эффект можно отредактировать, нажав на карандашик. Так я проделываю с каждым кусочком видео. Со стикерами мы разобрались. Теперь я хочу добавить цветовые фильтры. Выделяем часть видео и нажимаем на карандашик. В этом меню мы выбираем эффект цвет. И как всегда мы нажимаем на облачко со стрелочкой. Здесь есть очень много интересных фильтров. Давайте выберем вот этот и загрузим его. Он загрузился. Теперь нажимаем на плюсик. Суть я вам рассказала, а вы действуйте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Давайте посмотрим, что же у нас получается. Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Когда вас все устраивает, можно сохранить. В верхнем правом углу нажимаем на пленку со стрелочкой и сохранить проект. Субтитры Алексею Дубровскому! И смотрим видео первого лайфера! Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!